Выборы депутатов муниципального образования «Красненькая речка» проходили как настоящий праздник, в котором жители округа участвовали целыми семьями. На трех избирательных участках в средних школах 377 и 257, а также гимназии 261 уже с самого утра звучала музыка, в буфетах вкусно пахло свежей выпечкой и к голосованию все было готово. Согласно законодательству были вывешены сведения о кандидатах, оборудованы закрытые кабинки и места для заполнения бюллетеней. Безопасность и соблюдение правопорядка обеспечивали наряды полиции. Организация очень хорошая, удивилась, особенно у нас там на Жуково, там и качели, и карусели, там не были, посмотрите, и так машины на прокат, и рынок, и ярмар. Очень все великолепно организовано, милиция полная, порядок, так что все очень хорошо. Проверить обстановку на избирательных участках приехал глава администрации Кировского района Алексей Кондрашов. К середине дня беспорядков и нарушений законодательства зафиксировано не было. Организация и глава также остался доволен. Самым приятным, пожалуй, стал тот факт, что жители округа оценили инициативу районной администрации по достоинству и с удовольствием участвовали во всех многочисленных мероприятиях. Можно купить хороший продукт на ярмарках урожая, первый ярмарк, который мы проводим в этом сезоне. День здоровья для школьников, который мы также проводим во всех школах, где находятся избирательные участки. У нас сегодня лучшие врачи, лучшие педиатры города, выступая с мастер-классами, футбольный чемпионат. Но я думаю, что масса мероприятий, которые действительно будут направлены на заинтересованность людей, чтобы они остались в этот день и проявили такую гражданскую сознательность, пришли на избирательные участки и сделали свой выбор. В этот день найти себе дело по душе мог действительно каждый. Поклонников активных физических занятий в гимназии 261 ждал турнир дворовых команд по футболу, в перерывах которого проходил футбольный фристайл для всех желающих. Особенно важно, это подчеркнули организаторы, для самых юных любителей погонять мяч по полю, ведь совсем скоро, в сентябре, им предстоит выбирать спортивную секцию. Конечно, у нас любые мероприятия, большие массовые, они в первую очередь направлены на вовлечение жителей района в, скажем так, спортивную жизнь, в постоянное занятие спортом, поэтому любое мероприятие, конечно, в первую очередь несет в себе эту цель и смысловую нагрузку. Свою лепту в привлечение молодежи в спорт вносят и именитые футболисты. Именно поэтому на турнир приехал чемпион Советского Союза 1984 года легендарный бомбардир «Зенита» Юрий Желудков, который не только провел мастер-класс для участников турнира, но и с удовольствием подписывал им футболки и плакаты. Очень хорошо, это стадионы, очень много строят сейчас, это большое дело, потому что ребята занимались спортом, если в каждом дворе будет такая площадка, это на самом деле большое дело. Спортивную программу на свежем воздухе дополнили турнир по стритболу и занятия поздоровительной финской ходьбе с палками. Впрочем, и самые маленькие участники праздника не остались без дела. Рядом с игровым полем в каждой школе были оборудованы небольшие сцены, где малышей и их родители развлекали творческие коллективы. Можно было не только потанцевать, но и принять участие в веселых конкурсах, а заодно получить в награду вкусные призы. Нам очень понравилось, почаще будут такие праздники, так как мы сами спортсмены, увлекаемся футболом, и нам вот это очень близко. И стадион в хорошем состоянии, все как бы нам очень понравилось. Родители с детьми, не уходя далеко от избирательных участков, тут же в помещении школы могли получить необходимые врачебные справки и пройти осмотры у специалистов. Акция в школу за здоровьем собрала вместе педиатров, невропатологов, аллергологов, дерматологов, гастроэнтерологов и даже стоматологов. Родители с удовольствием воспользовались этой уникальной возможностью. К врачам иногда так сложно попасть, особенно летом, то в отпуске, то еще куда-нибудь, то болеют, то рожают. То есть мне очень понравилось. В акции приняли участие специалисты городского центра медицинской профилактики, которые с помощью ярких привлекательных фильмов, раскрасок и листовок напоминали ребятам о правилах гигиены. Вы знаете, судя по тому, как воспринимают и детское население нашу работу, наши экскурсии, задумываются, особенно старшие дети, мы начинаем говорить о здоровье с более серьезных позиций, начиная с восьмого класса, в том числе и репродукцию. Обсуждаем это с разрешения и родителей, и учителей, и самих детей. Если они готовы слушать такие беседы, то специальный зал у нас в музее есть. Я думаю, рациональное зерно какое-то остается даже у малышей. Это игра, но игра, которая оставляет след в любом случае. Кроме того, во время акции можно было обменять старые медицинские полисы на новые, получить для ребенка справку от педиатра в школу, детский сад или бассейн. На избирательных участках в это время все тоже шло своим чередом. Люди непрерывно входили в школу и выражали свою волю. К выборам депутатов муниципалов жители округа отнеслись очень серьезно. Рассчитывая, что от их голоса зависит будущее родного места. Чтобы больше отвечали на просьбы людей, живущих в этом районе. Есть ряд вопросов, которые хотят люди решить, чтобы, скажем так, они решались в положительную сторону. Дай-то Бог, чтобы начали хороший здесь ремонт, дорожки. Хотелось бы, конечно, чтобы до конца продолжили. Во всяком случае, я надеюсь, что все будет сделано. Голосование на участках завершилось в 8 часов вечером. Впереди подсчет голосов и окончательное подведение итогов выборов. Уже совсем скоро будет известно, кто станет новыми депутатами муниципального образования «Красненькая речка». Субтитры создавал DimaTorzok